Сегодня в Угличе начались слушания по нашумевшему делу директора Угличского детского дома Наталины Тихонцевой. В зале суда присутствовала и вникала в процессуальные тонкости наш корреспондент Руми Юсупова. Долгое расследование позади, впереди не менее длительные слушания по непростому делу экс-директора Угличского детского дома Наталины Тихонцевой. Напомним, что речь идет о нашумевшей на всю страну истории. Всенародную огласку имя директора Тихонцевой получила в эфире федерального телеканала. Прозвучала информация о том, что воспитанники детского учреждения живут в антисанитарии, а пищу для них готовят из продуктов, небезопасных для здоровья. Факты не подтвердились. Ни один факт, который был озвучен по телевидению, не нашел своего подтверждения. То есть эти все обстоятельства очень глубоко проверялись. Проводилась масса экспертиз, в частности по здоровью детей, по тому, в каких условиях они находились. Также были экспертизы. То есть ни один из этих фактов не нашел своего подтверждения. Однако сегодня в деле фигурируют новые эпизоды. Следственные органы инкриминируют Наталье Тихонцевой нарушение сразу двух статей закона. Тихонцева Натальяна Геннадьевна обвиняется сейчас в двух преступлениях. Присвоение денежных средств с использованием служебного положения и превышение должностных помочий. Присвоение, хищение денежных средств нашло свое подтверждение. Потерпевших по делу 13 человек. Общая сумма ущерба, предъявленная ими в суде, 606 тысяч рублей. По второй статье обвинения о присвоении денег речь идет лишь о сумме в 500 рублей. Однако сегодня судебный процесс прервался в самом начале. Отложить дело пришлось в связи с ходатайством со стороны защиты. Данное дело подлежит возврату прокурору для устранения препятствия его рассмотрения судом, так как обвинительное заключение составлено с нарушением требований УК. Обвинение должно быть разделено на конкретные эпизоды. Каждый эпизод должен содержать описание места, времени, способа совершения преступления. В нем должны быть указаны нормативные акты, действующие в конкретный период времени. Исходя из этого, в обвинительном заключении должен быть приведен перечень доказательств в отдельности по каждому эпизоду. В настоящий момент обвинительное заключение и постановление о привлечении в качестве обвиняемого не содержит указанных конкретных фактов, соответствующих юридическим признакам инкриминированного деяния. Указанные обстоятельства нарушают право Тихонцева и Ниталины Геннадьевны на защиту и исключают возможность восстановления судом договора. На основании изложенного прошу возвратить данное уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Суд удалился на совещание. Свою позицию они выскажут несколько позже, а вот позиция последственной по многотомному делу уже ясна. Я полностью не признаю свою вину, потому что я считаю, что в данном деле я просто, как вам объяснить, одна из некоторых. Люди, которые сидевшие здесь, они сперва написали на меня, потом они передают привет отчизную дочь, они со мной здороваются на улицах, они мне пишут, и просто мне очень удивительно, почему они опять сидят здесь. Конечно, я буду оставить до конца свою правоту. В ожидании вердикта, а Наталина Геннадьевна рассчитывает на оправдательный приговор, она воспитывает собственных и приемных детей. У меня приемная семья, у меня прекрасная дочь, у меня четверо детей, все между собой не дружны. На вопрос, не скучает ли по детскому дому, ответила. А дети ко мне приходят, дети вчера были. Дети приходят постоянно. Я сделала очень много для детского дома, для детей, для этих же людей, они об этом прекрасно знают. Румия Супова, Владимир Чернов, Городской телеканал. Стало известно, что решением суда ходатайства защиты о возвращении дела экс-директора улического детского дома Наталины Тихонцевой в прокуратуру было отклонено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова